Куры, костры и глухие заборы. Что еще запрещено на вашей даче? Итак, Верховный суд подтвердил назначение россиянке штрафа за разведение кур на даче. Женщину штрафовали на 10 тысяч рублей. За какие еще действия на своем участке можно понести наказание? Постановление Верховного суда вынесено по жалобе волгоградской пенсионерке, которая развела кур на участке и была штрафована за нецелевое использование земли. Юридически животных можно разводить только на землях, предназначенных для подсобного хозяйства. Запрет использования для животноводства и птицеводства участников в СНТ существует и с советских времен. Таким образом, сообщение о введении запрета не соответствует действительности. Верховный суд не запрещал, а подтвердил формальное несоответствие действий женщины по закону. Эту историю можно назвать юридической казуистикой. А штрафовать за животных на даче могут только тех, на кого поступит заявление в суд. Таким образом, если поддерживать мирные отношения с соседями и не устраивать птицеферму на шестисотках, можно спокойно продолжать держать ваших кур. Сжигание мусора и разведение костров. На участке запрещено разводить костры для сжигания мусора и других целей, согласно статье 20.4 КОАП. Это нарушает требования пожарной безопасности. Если соседи увидят открытый огонь и вызовут пожарных, владельцу дачи грозит штраф. Его размер от 2 до 3 тысяч рублей. Если участок достаточно большой, на нем можно устроить место для костра на расстоянии не менее 50 метров от хозяйственных построек, а также в отдалении от леса, 100 метров от хвойного и 30 метров от лиственного. Кострыще должно быть не менее 10 метров диаметром и очищено от растений и растительных остатков. Самозахват. Приреска к своему участку ничей земли или части соседского участка грозит серьезным наказанием по статье 7.1 КОАП. Штрафы для физлиц составляют не менее 5 тысяч рублей. Кроме того, законный владелец имеет право потребовать сноса построек и проведения участка в изначальное состояние за счет захватчика. Если захват земли сопряжен с другим нарушением, например, мошенничеством и подделкой документов, это уже уголовное преступление. Посадка дерева у забора. Размещение построек и рассадка деревьев на участке строго рекламентированы. Так, высокорослые деревья 15 метров и выше можно сажать не ближе 3 метров от забора. Среднерослые 10-15 метров не ближе 2 метров. И только низкорослые можно сажать в метре от ограды. По нормам пожарной безопасности вокруг любой постройки должен быть свободный проход в ширину не менее метра. Нормы по расстоянию между забором и постройкой носят рекомендательный характер. Однако, если они не соблюдены, соседи имеют право подать в суд. Владельцы в этом случае могут оштрафовать и обязать снести строение. Шум на участке. По правилам, владельцы дач в будние дни обязаны соблюдать тишину с 22 до 6 часов. А выходные дни с 23 до 9 утра. Как и в случае с другими нормами, наказание за нарушение последует только в случае жалобы от соседей. Штраф составляет от 100 до 500 рублей. Однако, его могут налагать после каждого заявления. Таким образом, за сезон может набежать крупная сумма. Глухой забор. Высота лицевого забора между домом и улицей может быть до 2 метров. Его прозрачность не регламентируется. Забор между соседними участками должен быть не выше 1,7 метра. А светопрозрачность по всей высоте должна составлять не менее 50%. По договоренности между соседями перегородку можно сделать и глухой. Но в этом случае нужно составить письменное соглашение с подписями обеих сторон и отправить в правление садового товарищества. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Жмите ваши лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Ведь здесь очень важная юридическая информация. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok